МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще раз просто говорю, тем более, что здесь СМИ. Это вот Карла Маркса от Парковой до улицы Ленина с благоустройством возле ЗАГСа. Там невесты ноги ломают, когда выходят из машины. Муниципальный центр культуры, перед ним площадь, она убитая вся. Кстати говоря, там у нас проложены, не знаю, учли это, правильная документация или нет, элементы для слабовидящих. Также мэр города поделился, что есть задел на 23-й и 24-й год. Будут проведены большие работы на улицах Берзина и Транспортной. Сейчас мы ждем наступления положительных температур, но подрядчики, которые определены победителями, уже могут вести материалы, закупать битву, готовить всю производственную базу для того, чтобы начать работать не в июне, не в июле, а уже в мае при наступлении положительных температур уже могут начинать работать. Поэтому я думаю, что магаданцы оценят, город станет лучше, а дороги станут безопаснее. Также отмечено, что важным моментом в реализации программы станут установки устройства искусственных неровностей или, как все привыкли их называть, лежачих полицейских. Активисты и юнормейцы встретились с руководителем регионального отделения «Боевое братство» Эдуардом Козловым, поговорили о защите своей родины. Из-за признания ЛНР и ДНР России независимыми, актуальным стал вопрос, будет ли война, и молодому поколению нужно понимать, что защита своей страны – долг перед родиной. Это тяжелые физические испытания, психологическая нагрузка. Надо к этому готовиться. Надо понимать, для мальчишек, в первую очередь, конечно, говорю, что кроме тебя никто. Это твой крест, твой долг. Эдуард Козлов отметил, что для защиты родины мало физической подготовки, хоть она и важна. Главное – любовь к своей стране. Ведь в ней семья, друзья, близкие люди – те, кому хочется обеспечить безопасность. Именно поэтому решение о признании независимости ДНР и ЛНР верное. Это, безусловно, позволит спасти сотни тысяч мирных жителей этих республик. Пора поставить на место этих бандеровцев, националистов и спасти русское население, проживающее в Донецкой и Луганской республиках. В кинотеатре «Горняк» с 22 февраля можно оплачивать сеансы Пушкинской картой. Работает она при покупке фильмов и мультиков российского производства. Кроме кинотеатра, карта действует в Театре кукол, Драмтеатре, Муниципальном центре культуры, Филармонии и в Магаданском краеведческом музее. Проект «Пушкинская карта» начал действовать с 1 сентября. Благодаря ему молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия по всей стране. С 7 февраля по 2 апреля 2022 года Фонд «Искусство наций» в рамках проекта «Графики народов Севера» проводит конкурс для художников-графиков Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Осуществление проекта ведется при поддержке Фонда президентских грантов. Направленность конкурса идет на сохранение, актуализацию и сохранение тиражной графики среди художников. Прием заявок участников осуществляется с 7 февраля 2022 года по 3 апреля 2022 года. В ходе конкурса будут отобраны различные работы художников для экспонирования в государственных музеях пяти городов России в Смоленске, Москве, Нижнем Тагиле, Томске, Южно-Сахалинске. Также 10 призеров будут приглашены в Москву для обучения на мастер-классах. Подать заявку на участие и ознакомиться с правилами проведения конкурса можно на официальном сайте проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова